Всем привет! С вами Рафаэль Unreal. Добро пожаловать! Сегодня мы посмотрим на загадочный генератор бесплатного электричества Roche. Это генератор, который вырабатывает больше электричества, чем потребляет. На входе мы, например, прикладываем 100 ватт электричества, а на выходе получаем 200, 300, 400, а то и больше мощности. Ну что, друзья, вот такой загадочный секретный генератор Roche. И кое-кто его повторил. И сегодня мы посмотрим, что же это вообще такое и как его делают. И услышим подробности об этом генераторе. Обязательно распространяйте это видео и подписывайтесь на канал. Также пишите комментарии. А мы начинаем. Люди создавали много разных генераторов. И сегодня мы рассмотрим генератор Roche. Это немецкая компания, которая создала генератор, где огромная труба находится. Снизу подаются пузырьки воздуха. И есть специальные черпаки, которые как бы как баллоны поднимаются вверх. И при этом получается больше электричества, чем мы затрачиваем для того, чтобы накопить этот воздух компрессором. И, соответственно, впрыснуть с помощью сопла в этот генератор. Я думаю, что проведя больше экспериментов, мы сможем построить подобные генераторы. Ну что, а теперь смотрим видео. Поехали. Также, друзья, хотел вам напомнить, что не на каждой установке вы сможете получить хоть какой-то эффект. Даже сколько бы ни пытались. Иногда нужно просто подумать головой, как действительно оно может работать. И во многих случаях оно действительно не будет работать. Но самое главное, никогда не заканчивать свои опыты. Ибо однажды у вас получится повторить этот генератор. Чуть позже мы об этом как раз таки и поговорим. И посмотрим на рабочую установку. О генераторе типа РОЖ, который строит в Молдавии наш бывший соотечественник Валерий Бачевич. Валерий прислал видео, которое, думаю, должно особо заинтересовать Ганса Ульриха Гатки, директора фирмы РОЖ. О пневмогидравлических генераторах я рассказываю уже без малого 5 лет. Насколько мне известно, фирма РОЖ довольно ревниво смотрит, следит за деятельностью Валерия. Мне об этом точно известно. Итак, что мы видим на видео, которое он прислал. На видео мы видим небольшую установку в сечении 220 до 210 мм, высотой примерно 2 метра. Установке наличит 56 ковшей, каждой емкостью по 0,4 литра. При этом они заполняются воздухом всего примерно на 50%. Установка потребляет 45 ватт электроэнергии, а на выходе дает 60 ватт. Загорелось 6 лампочек, 10 ваттные. С учетом потерь она выработала энергии, как нетрудно посчитать, примерно в 2 раза больше, чем потребила на входе. Скорость движения ковшей достигает 0,5 метра в секунду. Это довольно много, учитывая то, что у немцев скорость их движения примерно 40 сантиметров в секунду. Используется генератор трехфазный, мощностью 500 ватт, 600 оборотов в минуту. А также мембранный компрессор, производительностью 80 литров в минуту и давлением 38 кП. Энергопотребление 48 ватт в час. Хотя полученные результаты у Валерия довольно скромные, всего-то на все он произвел на четверть больше электроэнергии, чем потребил. Но надо учитывать, что эти результаты качественные. То есть он показал, что верен сам принцип. Ну что, друзья, думаю вы сами все сейчас только что увидели. Создан некий прототип, который превышает вложенную в него энергию и вырабатывает соответственно больше. Я думаю, что проведя нехитрые испытания и множество опытов, мы рано или поздно сможем построить все то же самое. Будь у меня, конечно же, место, где этим можно позаниматься, я бы уже собрал подобную установку. В общем, ковши поднимаются вместе с воздухом и у нас идет прибавка в электроэнергии. Либо происходит какой-то особенный процесс в этом генераторе. Не забывайте, друзья, все ссылки, как всегда, в описании. А теперь посмотрим перевод с генератором РОЖ. Поехали! РОЖ. Здравствуйте! Вы сможете меня найти на сайте www.pesson.com. Сегодня 20 июня 2015 года. Мы тестировали эту конструкцию меньше двух дней, и конструкторы срочно сделали другое устройство для демонстрации. Эта схема генерирует 15 кВт мощности. Мы ее еще не запустили. Мы запустим эту конструкцию через несколько минут. Я могу провести для вас быструю экскурсию по этому помещению. Здесь имеются два устройства, которые мы проверили. Будет слышно, когда я включу генератор, и веб-камера будет снимать происходящее в цеху. Веб-камера находится на ноутбуке. Лучшим расположением камеры является такое положение, которое позволяет снимать происходящее в помещении, и это видео будет выложено на YouTube. На видео фактически происходит то, что я пока не могу объяснить. Это существенно, такой длинный цех с поплавками. Эта система запускается на сжатом воздухе менее чем за 10 секунд. Итак, чтобы запустить генератор, нужно начать вращать маховик в указанном стрелке направления, и система начнет вращать генератор. Просто сделайте такую схему, и вы будете точно знать, что она будет работать. Первоначально энергия берется от системы с сжатым воздухом. От источника сжатый воздух подается через шланг в бак компрессора. Чтобы проворачивать поплавки, мы вращаем эту рукоятку. Мы начинаем вращать рукоятку в указанном направлении вручную, и мы получим вращение системы от заполнения поплавков воздухом. С одной стороны, это запускает всплывание поплавков в этой колонии. И когда это вращение становится достаточно быстрым, тогда всплывающие поплавки начинают достаточно быстро вращать генератор. Затем включается воздушный компрессор, и шланг отсоединяет эту систему с сжатым воздухом, и мы получаем самозапускающуюся систему. Мы хотим показать вам, что мы вчера подняли эту конструкцию на землю с помощью подъемника, чтобы показать, что там нет никаких скрытых проводов. Под конструкцией мы не увидели никаких проводников. Мы сделали достаточно, чтобы показать, что нет никаких проводников, и мы можем обнаружить только провода, идущие от генератора. Мы сделали достаточно, чтобы показать, что нет никаких проводов, и мы можем обнаружить только провода от генератора красного цвета. Таким образом, когда энергия поступает от генератора, который является источником энергии всей этой системы, Эта система приводит к действиям воздуха от компрессора, и она такая же, как и вторая конструкция системы. Я могу сказать, что там внутри ничего такого не происходит, и мы собираемся открыть эти окна и показать вам, что там нет ничего особенного. Вопрос в том, дам ли я быстрое объяснение, что происходит там. Мы сняли немного видео об этой системе, и в ней имеется провод только от генератора. Я думаю, что древесина, которую мы используем, не является естественной изоляцией для кабеля. В этой области отверстие сочетается с деревянной крышкой от нашего сайта, Pesson.com. Продолжайте запуск генератора любым способом. Осторожно, он может убить тех, кто использует эту систему без изоляции. Вы бы хотели иметь такую систему? Хорошо. Я думаю, что пора запустить эту систему. Хорошо. Давайте начнем. Много людей снимает это на камеру. Хорошо. Вы были самородом деревом. 1,8. 1,3 там. 1,3. Полные ботновки заполняются воздухом за минуту. И тогда мы подключаем нагрузку к генератору. И все это происходит оперативно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Также, друзья, если вы являетесь инженером или тот, кто придумал или разработал хоть какие-то подобные установки, то присылайте свои видео мне в социальных сетях. И мы обязательно это опубликуем и, как говорится, покажем миру. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Пока-пока!